В общеобразовательных учреждениях городского округа Люберцы установили фондоматы. Это роботизированные устройства для приема пластиковой и алюминиевой тары. Один из эко-пунктов успешно работает в 27-й школе. Там побывали мои коллеги. Утром перед началом уроков или на переменах возле фондомата выстраивается целая очередь. Одним движением руки на вторичную переработку отправляются пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Процесс приема в торсырья занимает несколько секунд. Встроенные датчики определяют вес тары, после чего она сжимается и попадает в разные емкости в зависимости от материала. После наполнения контейнера умная машина сама подает сигнал в центр управления о том, что пора вывозить собранное в торсырье. Фондоматы нам установили на прошлой неделе. И я могу сказать, что на полную мощность на второй день заработал, потому что когда дети поняли систему работы фондоматов, они очень активно вовлеклись. Прошла неделя и у нас фондомат уже полон пластиковых бутылок. У детей есть мотивация. За вторсырье фондомат выдает чек, содержащий уникальный код и баллы. В дальнейшем за них можно получить скидку в магазинах, комбообедах, сетевых закусочных и подарки от партнеров. Роботизированный агрегат – еще один помощник в воспитании культуры раздельного сбора отходов. Если мы не будем разделять мусор, то мы будем загрязнять природу, потому что это все будет кидаться на свалку и тем образом загрязняется природа. Сделать природу чище и получить за это вознаграждение смогут учащиеся 15 школ городского округа. Кроме того, эко-пункты установят в МФЦ, в спортивных объектах и в парках. Луиза Иги Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.